В преддверии первой годовщины разгрома Армении во Второй Карабахской войне отдельные представители армянской диаспоры в России, чьего воспаленное достоинство переживает в связи с празднованием в Азербайджане Дня Победы, не придумали ничего лучшего, как вороватые по-босяцки примитивно попытаться взять реванш в кавычках за унизительное поражение, организовав атаку на бакинские рестораны. Один из телеграм-каналов, известный рекламой достоинств армянских девушек, с пониженной социальной ответственностью, призвал своих подписчиков ударить по ресторанному бизнесу в Баку. Инструкция чем-то напоминает классический реванский гоп-стоп, но на безопасном расстоянии с использованием гаджетов. Российские армяне находят в интернете номера телефонов дорогих ресторанов Баку, после чего, представляясь туристами из России, пишут или звонят туда со своих телефонов и бронируют столики на 8-10 человек. При этом просят заранее приготовить закуски, а то и горячие блюда, чтобы к нашему приезду все было как надо. В инструкции рекомендуют бронировать столики на вечернее время. В итоге заведение, честно оставляющее на назначенное время фейковую бронь, лишается реальных клиентов, не говоря уже о продуктах, приготовленных впустую. В последующих комментариях армянские подписчики города меряются фейковыми заказами, рапортуя, сколько из них им удалось кинуть. «Заказал два банкетных стола на 20 часов 30 минут в Баку. Попросил, чтобы к моему приходу все было готово», — написал некий Эрик Хайрпетян. «Нашелся, правда, пользователь, опасливо поинтересовавшийся. А вы не думаете, что последует ответная реакция на наши рестораны, но его тут же поставили на место, заявив, что такого быть не может. Не уточнили правду, почему, собственно, не может. Потому что азербайджанцы до такого не додумаются. Или все-таки на такую низость не способны». Для уточнения случаев массовых броней со стороны армян мы связались с одним из ресторанов. В беседе с нашим корреспондентом администратор Шарестеран Гэлери рассказал, что заявки на бронирование столов стали поступать еще несколько недель назад. Заявки шлют с российских номеров, бронируют столик на 7-8 человек, делают предварительный заказ с перечислением блюд. Подписываются азербайджанскими именами Гаджи и Брагим Магомед. В первый раз мы приготовили стол, ждали компанию, но никто не пришел. Когда перезвонили, чтобы уточнить, номера были отключены. В ресторане нам рассказали, что нашли имя владельца телефона в приложении, определителя номеров. Им оказался Никит Тигран из Краснодара. «Мы и дальше получали такие же заказы с российских номеров. Но теперь, прежде чем закрепить бронь, стали выяснять, что это за клиент». Словом, армяне в очередной раз продемонстрировали верность принципу. Если нет повода порадоваться, попробуй испортить праздник соседу. Попробовали. И опять не вышло.